Украинцы, украинки, все наши защитники и защитницы. Украинцы, украинки, все наши защитники и защитницы. В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области, в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скид. Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли три монаха лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и прилеты российских снарядов в лавре постоянные. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Российской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию. Они готовы сжигать все. Православные церкви так же, как и что-либо другое в Украине. За время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушено или повреждено 113 церквей. Среди них и старинные, что пережили Вторую мировую войну, но не выстояли российскую оккупацию. Есть и те, что были построены уже после 1991 года. Всехсвятский скит Светогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. Как раз 10 июня была бы очередная годовщина начала строительства. Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Светогорске прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия. Считая, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России и агрессии против Украины, все это должно побудить украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессией. Украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире. А Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие, так же, как и социальную инфраструктуру, как и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни. Страна, которая это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, как будто ничего не произошло. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров. Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумской области, Николаев, города и общины Запорожской области, Харьковскую область. Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Так же тяжело в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы. К утру 4 июня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже 2503. Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое. Сегодня в нашей стране чествовали память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей не изменилось – 261 ребенок. Именно столько украинских детей лишились жизни по вине России, но это официальное число. Чем больше будем узнавать о тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели – все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не породил эту катастрофу. Это уже не исправить, потому что эта война уже продолжается. Но в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей, если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет – это очевидное унижение для всего мира. Вечная память всем погибшим от российского вторжения. Вечная слава каждому и каждой, кто защищает Украину. Слава Украине! Слава Украине!